Особое мнение на 101FM Я так понимаю, что над его созданием сейчас работает некая инициативная группа Давайте мы поговорим с вами, что это за инициативная группа Что это будет за центр И чем программы обучения там будут отличаться от школьной Чем они будут дополняться Я бы хотел начать свой комментарий на ваш вопрос С того, что Сократ в свое время говорил Я знаю, что я ничего не знаю, а вы даже этого не знаете То есть он таким образом, в общем-то, пытался выразить Что познать все практически невозможно А следовательно, мы не гарантированы от ошибок И самое главное, чтобы знания носили естественный такой прикладной характер Не просто были оторваны от жизни А соответствовали реалиям жизни И могли позволить человеку адаптироваться к изменяющимся условиям обстановки Что показало последние или показали последние 30 лет Что система образования вместо того, чтобы давать некие знания комплексного характера И, не побоюсь этого слова, обеспечивать дилетантский уровень Но во всех направлениях, как базовое направление для детей Этого на сегодняшний день нет Осуществляется выровка каких-то знаний из контекста общего процесса И необходимости этих знаний Конкретно практического прикладного характера И даются по неким госстандартам Которые, в общем-то, кто-то сочинил Но они абсолютно не привязаны к реальной жизни И, по сути дела, введение Булонской программы образования Она, в общем-то, показывает, что из наших детей Идет просто идиотов Идет имитация дачи знаний Исходя из этого, мы ожидали, что родители начнут высказывать свое неудовлетворение Что, кстати, при советской школе мы со всеми ее недостатками Мы имели возможность получить вот это межпредметные связи И сформировать некие мировоззренческие такие основы для ребенка, для человека Как будущего творца своей жизни Вот, и ожидания, в принципе, оправдались Со всех концов начали выходить на меня люди И родители говорят, что мы не удовлетворены системой образования Надо что-то делать Ну и родилась идея править знания То есть мы не настолько сильны внизу для того, чтобы выстроить школу Которая могла бы давать полноту знаний в соответствии с советскими программами А вот те знания, которые даются сегодня в школе, они все равно даются Правильные и неправильные знания – это тоже знания Мы можем чего сделать? В дополнительной схеме образования Скорректировать эти знания Выправить их И вывести на некую такую взаимосвязь с общими направлениями развития нашей жизни Нашего общества и так далее и тому подобное При этом немаловажным является то, что вот когда мы думали Этот центр должен быть только для детей Нет, все настаивают на том, что этот центр должен быть для детей и их родителей Потому что если мы начнем детям давать правильные знания, а у родителей они не выправленные знания То мы создадим конфликтную ситуацию в семье То есть в данном отношении может вместо того, чтобы семья является ячейкой общества Мы создадим еще дополнительную конфликтную ситуацию Поэтому должна быть предоставлена возможность для выправления знаний и детям, и их родителям А что значит выправлять знания и кто будет определять, что такое правильные знания? Так вот, правильные знания мы по этому ссылочку сделали по советским программам На наш взгляд, правильные знания там были И вот те программы, которые там были составлены Хоть и говорили тогда, они идеологизированные, излишни Фигня это все Ничего они там не были идеологизированы Да, где-то проскальзывали моменты там в общественных дисциплинах и так далее А все же вот эти вот основные базовые знания Я возьму там математику, физику, химию, биологию, зоологию и так далее и тому подобное Я думаю, что сильнее не было Я сейчас вспоминаю свои просто школы Шахтерский город, обычная школа и так далее Но насколько динамично и серьезно работали учителя Просто вычленялись, говорили, там не могли реализовать свои способности дети Да нифига подобного Из меня сделали математика Я побеждал там на областных олимпиадах, да, математически И причем это носило естественный характер Не специальный, а естественный характер И не специальная школа была Поэтому я... Сегодня я смотрю, математика, физика, надо физмат там идти Либо айтишников в 28-ю школу идти, да, там все сколок и так далее Но что это означает? Специализация, она вырывает из контекста общего Мировоззрения, общего понятия И человек не чувствует и не понимает своей роли и значимости Он понимает свою роль и значимость как диктат в этой специальности Но в контексте общего и целого он может выпасть просто Он может быть не востребован И в данном отношении, когда мы говорим там рыночные отношения Свободные отношения и так далее Ну фигня, жизнь показала, вон санкции Какой нафиг рынок? Нам разрешали так жить и жили Кто-то разрешал, да? А сегодня мы говорим Нифига подобного, мы не можем так жить Мы должны саморазвиваться Мы должны быть самодостаточны А где? А что? И вот я же не случайно вам перед началом говорил Что 100% выпускников Вятского государственного университета Заявляют о том, что они не останутся Но не 100% не выпускников, а именно по определенному факультету Или по специальности Ну в данном отношении разговор шел Технические дисциплины и строительные дисциплины Архитепторы и так далее Ребята, а что, нам здесь строить нечего, да? Нам надо строить свою жизнь здесь на месте Ну и вопрос вообще очень такой серьезный становится А почему дети уходят? Почему они здесь не хотят жить? Век цифровизации Мне по барабану, где я живу, у меня коммуникации все есть Правильно, да? Я жил в Москве в свое время Но я не знал, что я в Москве живу Потому что утром ушел, вечером пришел Я Москву этой не видел И я вот в Одессе в свое время служил Я пока там служил два с половиной года Я семь раз на море покупался И только благодаря тому, что кто-то там из родственников приезжает Их надо посопровождать Мне некогда было То есть какая разница, где я живу? Век совершенных коммуникаций Хоть в тайге живи, в конечном счете Поэтому вопрос морально-этического характера Преданности своей семье, своей малой родине Территории, заботы и внимания, гордости в воспитании А где это можно только воспитать гордость И воспитание преданности своей малой родине Своей территории, ее развитию и так далее В детском саду, от двух до пяти формирования взгляда А дальше уже ломка идет Да вы здесь оставайтесь и так далее и тому подобное Вот только сейчас я к вам чуть не опоздал сюда Я беседовал с парнем, который заканчивает Вятский государственный университет по сорбентам Нам эта тема интересна И хочет в магистратуру идти Я говорю, а ты готов, чтобы два года в магистратуре Ты прорабатывал тематику Для нашего предприятия И после магистратуры пошел и возглавил Отдел развития, к примеру Он говорит, да я готов Я говорю, точно готов Тут же звоню руководителю предприятия Анатолий Николаевич Вот возьмем мы этого парня под контроль И дадим ему в магистратуре тематику Которая нам нужна Для биосорбентов и так далее Позиционерное развитие Да взяли бы А где гарантия, что он останется? Мы подготовим его, он куда-то уйдет Этому парню вот здесь сидит Ты здесь оставишься? Да, я гарантирую, я осталась здесь Но это же дети, правильно, да? Ну и как жизнь повернется, тоже никто не знает Да, то есть гарантии никто не даст Мы в него вложим И причем дадим еще Ну, ноу-хау, разработки Он с ними куда-то уйдет Это очень серьезный вопрос И вот здесь на этапе школы Или на этапе среднего учебного заведения Или высшего учебного Я уже его не подготовлю Потому что он все эти знания Вкладывал в развитие нашей территории Я правильно понимаю, что цель вот этого центра Дополнительного образования Это некая идеологическая составляющая Которая будет воспитывать детей Да, правильно То есть идет речь о том, что задача заключается Чтобы знания обеспечены были Через межпредметные связи Обеспечены были как единое целое Мировоззренческий подход А что за межпредметные связи? Что это такое? Ну, вот я как преподаватель Допустим, начинаю предмет Теория организации И я понимаю, что если я сразу пойду Со своим предметом к детям Ну, к студентам То они будут механически воспринимать Мои знания То есть я их буду давать Но они будут по принципу налитого ведра Идет студент, перегруженный с ведром Ему говорят, ты куда идешь? Ты иду на экзамен Вот видишь, в ведре знамя несу И после экзамена идет И вот так машет пустым ведром То есть он сдал экзамен Он прошел предмет мимо Он не изучил, а прошел Вот задача заключается Чтобы он не проходил, а изучал И видел прикладное В контексте всех других предметов И я вынужден на своем предмете, скажем Повторить с ними азы Основ экономической теории Азы менеджмента Азы маркетинга И когда я убеждаюсь в том Что они эти азы понимают Только на них я уже базирую Там на базисных этих знаниях Базирую уже, скажем, теорию организации Или теорию управления Или управление бизнес-процессами Понимаете? Но это мы говорим о студентах В школьниках все-таки Немножко другая история А вот в школьниках И предметы другие А в школьниках у нас Межпредметные связи Всегда были обеспечены В крайнем случае в той школе В которой я учился В шахтерском городе У нас была обеспечена Но мотивация начиналась Начиналась в детском саду Если мои родители Шахтеры там В три смены работали По скользящему графику И попадало такое Что и мать и отец Там отсутствуют Я тоже с ними работал Меня оставляли В детском садике В ночную смену И у меня не было Никогда мыслей Что я там Не буду работать на шахте Другое дело Что я хотел там быть Техником Там инженером Или еще кем Но на шахте Понимаете? И все-таки это идеологическое воспитание Это не идеологическое Ну как вы не можете Идеологическое воспитание Это все что там Коммунизм Социализм Капитализм И так далее И тому подобное Мы ведем речь о другом О морально-этическом отношении К труду К моей преданности Там где я живу К самодостаточности Я не должен ждать От кого-то там Подачки Как сегодня государство Нам обеспечит Там пенсии Пособие на детей И так далее А когда мы не можем Вылечить ребенка Там шурует Меня до боли просто Раздражает Вот это вроде бы Правильные вещи Помогите ребенка Вылечить Что это мы за государство Такое создали? Где все мы Все проблемы Должны взять на себя Ту же самую войну И так далее И тому подобное Содержать Нонсенс Это должно быть В едином Общественном сознании Сформировано Что это необходимо Мы биосоциальные существа И дети об этом Должны знать Что без социума Мы существовать не можем Что если я проснулся В себе Для себя Я должен еще Проснуться и для всех Какой-то список предметов Уже есть? Есть понимание Что будут преподавать? Нет И кто будет преподавать? Вы понимаете, Ксения Вот Или это пока просто Такая задумка Я веду рабочую группу Вот второе заседание Было в пятницу Прошедшую И мы долго дискутировали И мы обсуждали Один вопрос То есть В начале На первом заседании Версии цель Этого центра Ведь как мы определим цель Настолько и будет Содержательный аспект Чем мы будем заниматься Правильно? Да? И вот было Восемь версий Цели этого Центра дополнительного образования На втором мероприятии Ну, было предложено Сделать перерыв И попытаться обобщить И все вот эти цели Соединить вместе Что если будет Общая цель достигнута То каждый участник Достигнет и своей цели Да? Вот попытка Ну, наработали уже Некий комплекс Ну, опять у нас Появилась Уже такой комплекс Ну, штук Пять, наверное Шесть, да? Мне поручено Теперь сделать Обобщение Аналитически И соединить Вот эту цель То есть идет Речь о том Что на данном этапе Мы должны Понять А вообще Что мы делаем? И зачем мы это делаем? Если мы это не поймем То смысл Этого центра Нет, если вы собрались Вы уже понимаете Значит, что и зачем Жизнь-то и показала Что не до конца Люди То есть одно сказать Что проблема Мы не удовлетворены Системой образования А второе понять А какую же вы хотите Систему образования И причем тут советская школа Да, скажем Где Какое Роли места они занимают Просто продекларировать Там как представители Советских граждан Они говорят А мы хотим По советской программе Общаться А сегодня мы скажем А это точно или нет? И Какой вывод Когда расходилась Уже рабочая группа Мы часа три там сидели Дискутировали Мозговой штурм проходил Вот Они говорят А мы поняли сегодня Что мы не столько Заботимся сейчас О создании центра Сколько мы сами себя Образовываем Мы сами себя Вот как рабочая группа Образовываем Мы хотим понять Идет учеба Я говорю Ну наконец-то вы поняли Что пока мы сами Не знаем Что мы хотим И не имеем Достаточного понимания Какими путями мы пойдем А это тоже потребует Дополнительных знаний То говорить о том Что мы реально Этот центр выстроим Или нет Невозможно А вот когда есть цель И мы понимаем Куда мы пойдем Это уже 50% успеха Это уже 50% Вот эти стандарты Вы говорите Советские Это подразумевается Под этим Что это Методика преподавания Будет Советская Или это будут Учебники Если вы немножко С образовательным И педагогическим Процессом знакомы То советская школа Она Первая в мире Преследовала Реализацию формулы Обучая Воспитывая Воспитывая Обучая То есть это непрерывный процесс И он идет Днем и ночью И почему тогда Скажем Школа и семья Имели очень честную привязку Потому что ребенок Уходил из школы И он продолжал Образовательный процесс Дома Но и там же Продолжался воспитательный процесс И наоборот Когда уходил То есть это был Непрерывный процесс Это школа Сухомлинского На примере Макаренко Показывал Как абсолютно Брошенные дети Бандиты Они становились Нормальными людьми То есть Вот это вот Элемент Ну как вам сказать Воспитательного Аспекта Не идеологического Еще раз говорю А воспитательного С точки зрения Человечности Гуманности Что мы люди А не звери Ну вот я не пытаюсь Понять Почему я Про идеологию Потому что я пытаюсь Понять Какие все-таки Вот эти моральные ценности Как вы будете Их воспитывать И кто их Как вы их будете Определять То есть Что нужно Именно для этих граждан Вы же задали вопрос Они были предопределены Нравится это кому-то Или нет Но они в принципе Были заложены В советской школе И вот эти стандарты Которые вы говорите Да Они тогда Ну обозначались Точно так же Как и сегодня Это дать Элементарные знания Какие-то На основе знаний Показать Элементарные умения Ну и в идеале Дать определенные навыки То есть знания Должны все время Давать прикладной характер Который порождает Основы созидательного труда Не спекулятивного Который на сегодняшний день Там маржинальный подход В экономике А именно Труд должен был оценен Как результативный труд Созидательный труд Что-то сделано полезное Не только для меня А для всех Вот эта вот штука Ну читайте в конце концов Библию Да Она же то же самое там делает Ну вот я коммунист Я не верю в Бога Но при этом Те принципы Которые там Строители коммунизма Они не противоречат Библийским принципам Там не убей И так далее Не воруй И все остальные задачи То есть воспитание Вот этого человечности Ну Уважительного отношения К труду Неважно вам какой это труд И соединение вот этой Интеллектуальной составляющей С физической составляющей В деятельности человека Вырабатывание гордости За то что Ты создал полезное На своей территории Да Что мы самодостаточны Что мы можем принести Еще кого-то там Спасти и так далее Вот эти вещи Они в общем-то У нас Искоренялись На протяжении Ну последних 40 лет точно То есть я беру Не только Когда уже пришел Там капитализм Я беру еще дотогу Там перестройка Объявленная Объявленная Видите как эмоционально Мы работаем Микрофон Да Микрофон Вашим микрофоном Еще Горбачевым Начиналось там То есть мы В общем-то Находимся в достаточно Серьезном положении И меня радует то Что На мой взгляд Потерянное поколение У которых сегодня Дети учатся В школе Да И оно вдруг Открывает глаза И говорит о том Что А мы не удовлетворены Системой образования Это же здорово А вообще Мировая система Управления Она строится На управлении Знаниями То есть тот Кто обладает Знаниями Он может Управлять людьми Но при условии Что те ограничены В доступе Получения знаний Поэтому одна из целей Как раз Это сделать Общедоступными Знания Чтобы дать Доступ к ним Большому количеству То есть Мне думается Может быть И в других регионах Но Кировская область На сегодняшний день Она созрела К тому Чтобы правильно Понимать Что знания Это все же Основа нашей будущей жизни Наших детей И так далее И парадоксально Я ведь Пост написал Чисто такой Формальный А ведь Отреагировали На этот пост И не только Вы отреагировали Что создается Такой центр Отреагировали Другие средства Массовой информации Поэтому Наверное Мы попали В точку Сроки есть У этого центра У создания центра Ну Все говорят Что мы уже Опаздываем Да Вот и в рабочей группе Но согласились С моей установкой Что Не спеша Поторопливаться То есть Надо сначала Понять Что мы делаем Взвесить Свои ресурсы И в зависимости От наличия Ресурсов Средства Методов Финансовых Ресурсов Выстраивать Уже Такую модель Наверняка Нам придется Контактировать С департаментами Образования Министерством Образования В какой-то степени Потому что Мы хотим Выстроить Это интегральное Какое-то Образование Которое Не противоречит Власти И оно не решает Вопрос о власти Оно хочет Повысить Отдачу Тех бюджетных Вложений Которые на сегодняшний день Планируются Они очень существенные Эти вложения Если вы посмотрите Бюджет области Или города Это Почти половина бюджета Эта система Образования Валерия Туруловна В нашей студии Я как раз У меня следующий вопрос Был про Инициативу Которая внесена В Госдуму О том Чтобы обязать Школьников Участвовать В общественно полезном труде Из нашей беседы Я поняла Что вы эту историю Поддерживаете Поэтому я Спрошу Не о том Поддерживаете или нет Я спрошу Вот о чем Во-первых Эта инициатива Которую Сейчас обсуждают И которая в Госдуму Внесена Она предлагает Отказаться От Отказаться От запрета Который был установлен На том Чтобы привлекать Школьников К какому-то труду В школе Стирать доски Может быть Дежурство по школе По столовой Но Поддерживаю Потому что Вы сказали Что общественно полезный труд Вы за общественно полезный труд Поэтому я вывод сделал Созидательный труд Это разные вещи Потому что Я вспоминаю Начало Перестроечных годов И Когда мы призывали Все же проводить Субботники Ленинские субботники Тоже общественно полезный труд Какой нафиг Там Коммунистический субботник Мы заплатим Деньги И у нас Дворники Все уведут Наведут порядок И так далее Но жизнь показала Что Мы же все же Биосоциальные существа И уходить Вот от От этого Общественно полезного труда Мы не можем Вопрос теперь Поддерживаю Не поддерживаю В той форме Которая на сегодняшний день В Государственном доме Предложена Вот При той системе Которая у нас сегодня Маржинальная система Когда не сделана Но при этом Накачали там Процентовки Через фирмы Посредники Бумажки протолкнули Я считаю Что Вот этот Общественно полезный труд Он немедленно Будет приватизирован И кто-то на этом Нагреет руки Каким образом? А очень просто Существует программа Благоустройства В городе Кирове Нет Мы же говорим О том Чтобы пригласить Школьников Дежурить по столовой Нет Это все Я понимаю Я все это понимаю Оно Все будет Обсчитано Это же стоит Это труд затрачен И я просто хочу Пример привести Допустим Вот Делается Уткин сквер Да Там инициатива Уткин парк Да Уткин парк На перекрестке Будет составлено Потому что В этот проект Включился город Я не даю вам гарантии Что калькуляция Не будет отдана Как отчетный документ В ту же самую Бюджетную комиссию Города Для того Чтобы оно было Приходовано Как сделано Нашей городской властью Я не дам вам гарантии Прерваться на рекламу Вернемся И продолжим обсуждение Особое мнение На 101FM Возвращаемся в студию Продолжаем Особое мнение Гость студии Сегодня Валерий Турула Мы продолжаем Тему По инициативе Которая внесена В Госдуму Об общественно Полезном труде Мы ее начали До перерыва Давайте сейчас С нее и продолжим Валерий Николаевич Все-таки Общественно Полезный труд Нужен Не нужен Общественно Полезный труд В школе Нужен Общественно Полезный труд В каком виде Вот смотрите В моем понимании Если там Уборка класса Подготовка Школьной территории Мытье досок Работа в музее Помощь в библиотеке Это не относится к общественно Полезному труду Это естественный процесс Которым мы должны В быту заниматься Но тем не менее И он сейчас запрещен В школе Без разрешения А вот скажем вопрос При каждой школе Была своя Теплица Она помогала Проводить Уроки биологии Там Зоология Там У кого-то Живые уголки Были Но при этом И выращивалась Соответствующая продукция Для того Чтобы украшать Цветами Там Лучок Для столовой И так далее Мы картошку У себя сажали Нам выделяли Там несколько соток И так далее Для столовой Свою Самую Вот это и есть Я считаю Общественно полезный труд Для того чтобы У нас по-моему Сейчас Если не В Малмышском районе Сохранилась Одна из школ Которая берет У совхоза Соответствующие Там Гектары И выращивает Всю Сельхозпродукцию Для школы И дети Сами Сажают Сами Собирают Этот урожай И по сути Бесплатно Кушают У себя Школьные Столовые Ну это Позиция Директора И там Зауча Который Пытается По воспитательной Работе Который Пытается Привить И воспитать Уважение К труду Потому что Ты же для себя Трудишься Ты не для кого Ну то есть Вы считаете Что Общественно полезный труд Это вот Огород Например Который не могут Приматизировать Кто-то Потому что Подлеченная Общественно полезного Труда Может вылиться У нас Эксплуатация Детского труда Хорошо А мытье досок Дежурства столовой Это по умолчанию Оно должно быть По умолчанию Это самообслуживание Это должно быть В процессе Жизнедеятельности Учебного заведения Это обязательный Элемент Нашего процесса Я сам Стеясь мусорю Я сам должен Убирать Хорошо А как быть В ситуациях Когда родители Против Чтобы дети Участвовали В таком труде Это проблема Которая у нас Возникла Последние 30 лет Это неуважение К труду Это Все делать Для того Чтобы ничего Не делать И вот это Воспитание Потребительства Тунеядство Если хотите Я грубо скажу Оно в общем-то Присутствует Зачем я должен Пахать И горбатиться Чтобы получить Какие-то Деньги Гроши Если я могу Если я могу Самообслуживаться Перейдем Еще одна Инициатива Которая В Госдуме Обсуждается Вернее Прошу прощения Не в Госдуме Обсуждается А поступило Предложение В Министерство Труда и социального Развития От предпринимателей Предложили вести Шестидневную Рабочую неделю Авторы считают Что решение Такое Повысит Устойчивость Отечественной экономики И поможет В достижении задач Которые Будут способствовать Укреплению Экономического Суверенитета Вопрос к вам Как К Президенту Ассоциации Защиты прав Малого бизнеса С вашей точки зрения Шестидневная Рабочая неделя С точки зрения Экономики Это вообще Оправданный шаг Ну Я думаю Что Здесь Идет Опять Игра Понятиями Да И Ведь Прибыль Кто создает Человек Который работает И который занимается Ну чем дольше Он работает Значит Следовательно Он больше создает Прибыли Да Но В последнее время Мы должны Четко понимать Что произошла Управленческая Революция Цифровая Революция Идет Четвертая Промышленная Революция Автоматизация Работизация И так далее И тому подобное И возникла Новая проблема Проблема заключается В том Что лишние люди Рабочие силы Лишние То есть вопрос Сегодня С одной стороны Вроде бы Надо увеличить С одной стороны Дефицит кадров А с другой стороны Должно произойти Сокращение кадров И это объективно И против объективных Законов В общем-то Глупо перейти Создавать Некую такую Видимость Следовательно Мы делаем вывод Проблемы надуманные Мы должны Вообще-то Ставить вопрос О сокращении Рабочего дня Для того К четырехдневной Рабочей недели Прийти Четырех Либо наоборот Увеличение штата Но при этом Рабочий день Скажем Доводить До двух часов А остальные Но денег-то будет меньше Тихо-тихо Подожди Подожди Нет Если мы По спекулятивной Экономике Идем То вы правильно Говорите А если мы Говорим По созидательному Труду По повышению Производительности Труда И он должен Получать Соответствующую Компенсацию То извините Покупательная Способность Рубля Должна быть Возрастать При повышении Производительности Труда А стоимость Производимой Продукции Должна снижаться И цены Должны Но инфляционные Процессы Нам не позволяют Подобные вещи Сделать Это искусственная Ширма Как Маркс говорил За которой Осуществляется Ограбление людей Перераспределение Доходов То есть Мои деньги Просто забирают А если мы Еще посмотрим Спекулятивную Схему банков Когда нас Всех загнали И рожденных И еще не рожденных Уже в кредитную яму Потому что Дети будут рассчитываться За все долги Своих родителей Они еще не родились Но они будут Следовательно Он еще не родился Он уже должник То в данном отношении Возникает Много Много вопросов А кто Такие Эффективные Люди Вот серьезно Это проблема И поэтому Нам необходимо Вернуться К стоимостной Модели Ценообразования На производимые Продукты Как только Мы к этому Вопросу Вернемся Откажемся От вот этой Маржинальной Надуманной Спекулятивной Составляющей Тогда все Встанет На свои места Два часа Люди отработали Надо увеличить Штаты Мы увеличим Штаты Но два часа А остальное Время Будет Использоваться На то Чтобы Как первой части Мы говорили Повышать свои знания Вы же сказали Постоянно Образовываться Расти Для этого Нужно время Дома У меня бытовуха Давит Вот рабочее время Это тоже работа Повышение Своей квалификации Повышение Но все это Ложится тогда На плечи работодателя Еще раз Я говорю Какие плечи Работодателя Если он платит Заработную плату Которую Отработали Рабочие Вы что Кукол что ли Вы соображать Готовы Или нет Отработали Отработали Несколько часов А все остальное Время Еще раз Производительность Труда Повысилась Роботизация Автоматизация И так далее Производительность Труда Растет В десятки раз В десятки раз А мы О чем тут Говорим Количество Продуктов Выпускается Больше С покупательной Способность Рубля растет Поэтому Вы рассуждаете Вот этот Тупой рынок Который нам Навязал кто-то Вы так рассуждаете Ну потому что Мы живем В такой системе Дорогая моя Килограмм Картошки Не может превратиться В 10 килограмм Картошки А нам это Проглавляют Не может превратиться Но мы должны Заканчивать программу Мы должны вырастить Если нам 10 килограмм Картошки Мы и должны вырастить 10 килограмм Картошки Все Но по цене 7 копеек Цена Киловатта Знаете сколько стоит На Красноярской КГС 4,7 копеек А до нас Она доходит Да До нас Она доходит Совсем по другим ценам Неужто транспортировка Валерий Николаевич Нам пора заканчивать Я прошу прощения Да У нас эфир Подходит к концу Валерий Турула Был нашим гостем Президент Ассоциации Защиты прав малого И среднего бизнеса Спасибо Особое мнение На 101FM